Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите вас всех поприветствовать. Мы очень рады, что начинаем цикл наших программ, передач, связанных с ветеринарной эндоскопией, с замечательными докторами, которые присоединились к нам с северо-запада нашей страны. Это доктора из замечательного города Ангельска и города Санкт-Петербурга. Это действительно первый наш проект, связанный с тем, что мы хотим пообщаться, поговорить. О малом доступе в ветеринарной медицине, о малоинвазивной диагностике, о малоинвазивной хирургии. И так и назвали этот цикл разговора об эндоскопии, ветеринарной практике. И начнем мы сегодня с темы, которой был посвящен сегодняшний наш курс. Это тема урологии. Я думаю, что она всех очень-очень-очень в той или иной степени занимает. Поэтому действительно начнем мы сегодня именно с этого. Я бы хотел, чтобы вы немножко по нескольких слов рассказали о себе, о своих клиниках, представились. И, соответственно, в дальнейшем передам слово Александру Владимировичу, чернового-владителю ветеринарной эндоскопической школы Горького. Давайте начнем с вас. Аликсашина, Ольга, город Санкт-Петербург, ветеринарная клиника Альтервит. Специализация в артопедии и эндоскопии. Ну, хирургия, в общем-то, вся потихонечку. Без каких-либо звезд с неба, просто работаем. Ну, на самом деле, с вами мы знакомы достаточно давно. На самом деле, клиника Альтервит была одной из первых, доктор Аликсашина была одной из первых, кто приехал к нам на школу здесь, в Москве. Это был в далеком, в 2012 году. Так что уже 11 лет мы с вами знакомы. Еще раз очень огромное вам спасибо. Прошу вас. Я Кутина Елена Викторовна, ветеринарная клиника 9 жизней, город Архангельск. Я ветеринарный врач данной клиники. Занимаюсь вообще всем. Эндоскопией, хирургией, терапией. Ну, хотелось бы больше сейчас уже перейти на хирургические какие-то методы лечения и эндоскопические, хирургические. Прошу. Альтервов Евгений Александрович, город Москва, клиника Панвет. Вот я был координатором в Кургане, клинике эндовет. Сейчас вернулся в Москву и внедряем в наши клиники все эти методы, эндоскопические, которые я обучился, которым я обучился в Кургане. Спасибо. Александра. Меня зовут Грина Александра. Я заместитель руководителя тернарной клиники 9 жизней, город Архангельск. К сожалению или к счастью, я не врач, то есть я не практикую какую-то врачебную деятельность. На самом деле спасибо вам огромное, что присоединились к нашему разговору, потому что очень здорово, что у нас есть человек, который может со стороны не ветеринарной посмотреть на нашу проблему и, собственно говоря, наверное, незашоренным взглядом что-то новое открытие. Александр Владимирович, прошу вас. Да, если можно, хочу также представиться. Чернок Александр Владимирович, научный руководитель ветеринарной школы. Всех хотел бы поблагодарить за участие в нашем проблом столе. Тематика у нас действительно очень интересная и актуальная. Вот для меня в чем интерес ветеринарной урологии? Он заключается в том, что спрос со стороны клиентов на нее просто глянский. Пациентов на эту процедуру огромное количество. Но по каким-то стечениям обстоятельств, количество проводимых процедур эндоврологических, оно очень мало в ветеринарной практике. У кошек и у собак мы делаем очень мало ветеринарных эндоскопических исследований влагалища, урекера, мочевого пузыря, мочеточника, почек. Вот это вот все, мы анатомии очертили в двух словах, требует исследований максимально расширенных. И иногда мы просто, вот основную проблематику я бы просто хотел очертить, мы иногда пациента гоняем от метода исследования к методу исследования. Для меня это очень большая проблема, это называется очень сложная маршрутизация пациента, который приходит к эндоскопическому исследованию. Хотя его можно было намного быстрее направить в эту сторону. Или вот эта маршрутизация, это можно назвать трата времени, сил, денег клиента наших с вами. И вот в чем проблема? Давайте это обсудим. Как вы думаете, почему такая сложная маршрутизация, иногда вообще не приводящая к эндоскопии? Как вы думаете, Ольга Анатольевна? Ну, то, что я вот сейчас наблюдаю, да, в принципе, и постоянно и коллегам своим говорим, с кем работаю, что у нас, ну, мне кажется, в последнее время нас учились видеть животное целиком, в принципе, неважно касаемо какой проблемы, да, урологии, иммунологии, всего, и пытаются отправить на максимальное количество исследований, а вот что найдется. То есть, ну, вот, в принципе, может быть, в этом одна из причин. Потому что постоянно, ну, даже, зачем вы хотите делать снимок? Ну, сделайте там, что вам сделать? Ну, сделайте всю собачку, она же большая, она же маленькая, поместится. Это клиент? Да, нет, нет, это врач говорит. Врач говорит, что это лентгеновый обороны, сделайте снимок. Ну, что вы хотите, легкие, что вы хотите, непроходимость, что? Ну, сделайте всю. То есть, вот и это, к сожалению, достаточно часто бывает. Большая. Да, ну даже маленько нас поместится. Мне нужно режим, мне нужна выдержка. Что вы хотите? Выходите на систему. Велостокешечный тракт, конкретно. А я часто слышу. А вот, то есть даже это не касаемо. Ну, в принципе, урология. И, соответственно, дальше. Ой, ну, сходите туда. Сходите туда. Сделайте котель всей собаки. А там что-нибудь найдем. Задайте все анализы. То есть, конкретно, что учат человек найти. То есть, понять, в принципе, по анамнезу. То есть, не умеет собирать анамнез. Мне кажется, не хватает знаний. Да и начать. Очень сложно работать с клиентом. Мы говорим сейчас про пациента. Мы говорим про клиента. То есть, владельцы нашего пациента. Из них иногда приходится крыльным железом выбивать анамнез. Они врут. Они стесняются сказать, что они сами понимают, что они где-то что-то сделали не так. Соответственно, и не умеют собирать анамнез. То есть, начало с анамнеза, ну, просто жизни. То есть, вспоминая Академию. То есть, она без жизни, она без болезни. Ну, а дальше это клинические признаки и все остальное. Мне иногда также кажется, что наши клиенты, владельцы животных, они могут быстрее направить на исследование, чем… Есть такой момент, да. И владелец вот на приеме может сказать, а вы знаете, мы сейчас пройдем, сдадим такие-то анализы, сделаем то-то, то-то, и потом сделаем то, что вы предлагаете. И как-то мнение врачебное может оставаться на втором плане. И вот проблема очень сложная, на мой взгляд. Вот конкретно сегодня мы обсуждали тему недержания мочи в течение дня. Всего у нас обучение, на мой взгляд, очень хорошо структурировано было. И в этой теме мы затронули вопросы, что делать с клиентами, у которых основной жалобой является недержание мочи. И на мой взгляд, таким пациентам нужно на первом же приеме сразу же говорить о необходимости выполнения эндоскопического исследования. Потому что грамотный специалист понимает, что изучая изнутри особенность строения слизистой урологических, разных патологических состояний, мы самый важный для себя ответ делаем, что болит у животного и почему есть этот симптом. И надо это же самое, мне кажется, врачам-владельцу доносить. И самый важный метод исследования, почему напоследок-то оставляете. Вы к нему приходите после компьютерной томографии. Ну какой смысл приходить к нему после компьютерной томографии, когда ты быстрее сделаешь вывод во время процедуры, которая выполняется под той же седацией, общей анестезией. Та же самая процедура. И я вот не понимаю вот этого большого маршрутного поиска пациентов, особенно мегаполисных пациентов, которые бегают из разных мест в другие места. Не собирают мнения еще? Да, собирают мнения разные. Оставляя огромное количество средств на это мнение. И потом... Они хотят как-то сновидеть. Подожди, это рынок ветеринарных... Подожди, это все общие средства. Не надо. Это рынок ветеринарных услуг. И мы тем самым активизируя направление на эмбоскопию, можем очень хорошо так, с одной стороны, продвинуть нашу технологию, а именно исследование органов изнутри и не вредя ни к чем другим методам исследования. Мы ничего не забираем у других методов исследования. Мы только лишь активизируем процесс реального поиска патологии и помощи сразу же одновременно. И вот это, на мой взгляд, несправедливость современности вообще ветеринарной медицины в целом, которая возникла, в принципе, не вчера, она много лет нарастала, но с особым внедрением методов исследования, таких как, прежде всего, компьютерная томография, она вообще откатилась немножко на задний план. То есть человек сделает несколько компьютерной томографии и МРТ, прежде чем придет к человеку или в клинику, где делает настоящую профессиональную эндоскопию. И это, как бы, очень большая проблема, которая этим пациентам не дает вылечиваться некоторым. Некоторые вообще тратят последние деньги, вместо того, чтобы или ездят в другие города, вот у нас из Кургана, и едут в столицу. Но есть мнение, что КТ вообще обладает терапевтическим эффектом. Да, и вот я бы хотел вот что спросить, если можно, Елену Викторовну. Вот смотрите, вы сейчас прямо мне только что сказали, что у вас есть реальных несколько пациентов на ту процедуру, которую мы обучились. А потенциальных вы вот этих пациентов на вообще неврологические и эндоскопические процедуры вы видите сразу же, еще не так активно применяя ее? Вы уже фильтруете этих пациентов? Ну, конечно, приходят, когда начинают приходить жалобы на то, что собачка подписывается. Ну, первое, что мы спрашиваем, стерилизованы для вашего животного, да? Следующий момент мы сразу делаем именно на приеме УЗИ, и смотрим, не связанно ли это с циститом. Дальше мы можем взять анализы, то есть, общая ночь и посев ночь, и если у нас, конечно, не видно никаких патологий со всех этих сторон, то это потенциально ниже клиента именно на эту процедуру. Вы уже практикуете с эндоскопическими исследованиями на человечество? Мы практикуем, к сожалению, не так много клиентов соглашаются на это, потому что боятся все неизведанно, но страшно. В нашем регионе, к сожалению, не очень развитое управление, да? Ну, вы пионеры. Да, мы пытаемся привести людей и рассказать им о том, что это нужно делать, что это правильно, что мы больше будем знать о его животном и будем понимать, как ему можно будет помочь. Ну, слушайте, вот я для примера, я сам из города Кургана, и я всю свою жизнь по новостям смотрел и смотрю, когда попадаются передачи про институт Элизарова и про различные там ноу-хау, которые были придуманы, а институту уже 40 лет. Я всю свою жизнь смотрел эти сюжеты новостей, и я понимаю прекрасно, почему, если в Кургане у кого-то что-то там вдруг случилось, и перелом, даже таксист, он точно знает, под какими углами вводятся спицы в аппарате Элизарова. И вот если мы вот так же оскомину пробьем с нашей эндоскопией, вот по крайней мере, у вас в городе точно вопросов не возникнет. А я вот поймал себя на мысли, мы тоже работаем в Водовете, у нас очень тесные контакты с нашими новостными телекомпаниями, и с социальными сетями, и даже клиентам не стоит объяснять, они и сами приходят и говорят, иногда, не все, конечно, говорят, нам нужна эта процедура. А многим же пациентам, в принципе, уже выполнялась какая-то технология, даже клиентам самим делалось что-то эндоскопическое. Вот я уверен, у вас в городе есть какие-то центры медицинские, где выполняются эндоскопические исследования? Ну да, безусловно, центры есть, но, к сожалению, люди немножко, наверное, не видят... Одно дело для человека, тогда оплачивает это наша страховая компания, либо это делается животным, то есть кого-то пугает ценник, кого-то пугает сам вид исследования, что он проводится под наркозом. А все-таки какие основные страхи? Наркоз и стоимость. Даже не знаю, что первое. Да, люди не понимают, из чего складывается ценник, что туда закладывается. Им пытаешься объяснить, но им все равно считается, что это дорого. Ну и могу сказать еще немаловажный фактор, так как люди собирают сторонние мнения, они могут сходить в какую-то стороннюю клинику, в которой вообще не имеют понятия, что такое эндоскопия, не понимают, зачем это надо, они говорят, да что вы, они там хотят у вас. У нас в Санкт-Петербурге до сих пор. Они что-то придумали, вот вы подвесите вот это. Нам сказали, что эндоскопически это вообще сделать нельзя, что какие-нибудь даже элементарные вещи, что нет, это только открытая операция. Да, только компьютерная томография помогает. Ну, компьютерная томография вообще отдельно разговора. Это рефтический эффект, он доказывает же. Нет, но мы просто отлечемся от темы просто урологии, да, тогда, то есть, КТ эндоскопии, то есть, касаемо суставов, в принципе, вопрос большой, да, то есть, то, что я, ну, разговариваю с владельцами, я говорю, ну, понимаете, компьютерная томография это прекрасная диагностика. Наркоз, диагностика, да, шикарно, но эндоскопическая, это малоинвазивное вмешательство, это тот же наркоз, но у нас сразу же есть шанс, ну, в большинстве случаев 95% перейти к лечебному этапу. То есть, если мне достаточно клинической картины и рентгеновских снимков, я, ну, на КТ, например, никого не управляю. Я говорю, вы имеете право сделать, это ваше право, да, пожалуйста, но, в принципе, мне достаточно того, что у вас есть для того, чтобы я начала с вами работать. Мне очень помогает. Я никогда не отговариваю. Вот если по поводу общения с владельцами, я очень много принимаю пациентов, и мне помогает при общении с владельцами экстраполяция в медицину человека. То есть, прямым текстом я говорю о том, что вот если бы это был человек, ему бы сделали через естественное отверстие процедуру. Ну, вот знаете же, такие процедуры проводятся, допустим, при таких заболеваниях, как миома матки или при камнях в уретре, вводят эндоскопы и выполняют всю задачу, там, дробят ли камни или удаляют ли полипы, и все это без единственного разреза. Ну, вот у людей же это делают. И клиенты обычно, да, наши родственницы там сделали такую процедуру. И это очень сильно помогает в разговоре. И ты когда говоришь, что действительно, вот мы можем так же сделать на том же оборудовании, в наших условиях ветеринарной клиники, такую же услугу. И тогда клиент проникается этим доверием, и становится легче доносить эту информацию. И это, как бы, помогает очень сильно экстраполяция медицины человека. Я, знаете, что еще хотел спросить? Вот вы затронули вопрос, Елена Викторовна, про, вернее, сколь сказали, так, про не застрахован, или как-то вы что-то... Значит, я хотел сказать, что существует страхование у нас в России. Допустим, всеми любимый Сбербанк предоставляет условия страховки мелких домашних животных. Несколько других банков предоставляет. Ну, там очень невыгодно условия страховки. А, слушай, но если это условия страховки, то это можно воспользоваться. А насчет того, что... Да, вот у нас есть клиенты, которые со страховыми животными входят, да, соответственно, там просто это заболевание должно быть наследственным, да, то есть лечение тоже этих отделок тела и суставов уже не входит в эту страховку, да, то есть, в принципе, ну и какие-то такие моменты. Возраст страхов... Там, типа, до 6 лет только животные страхуются. А старшие, когда, как раз, начинают болеть, вроде как надо бы на них денег бы сэкономить. Слушай, я хочу сказать. Вот то, что мы сегодня обсуждали, метод ТРАСТ при лечении гормона ассоциированного недостаточности сфинктерного механизма, это входит в страховое покрытие. То есть, выполнили операцию... Да, страховка. То есть, выполнили операцию стерилизации, и вот это как раз входит в страховое покрытие. Я вот могу вам сказать, у нас был такой пример. Извините, перебью не поняла, выполнили операцию стерилизации, и, соответственно, начала собака снижание мочи после этого появилась. Это страховой случай? Да. Сейчас Сбербанк пропишет тут. Если мы уже страховали и после стерилизовались... Слушай, я думаю, мы для Сбербанка вот так высенькие... Для них это все равно. А есть программа, не только в Сбербанке. И вот, на мой взгляд, мы можем пользоваться этим, предлагая клиентам просто такую возможность. Это не значит, что мы должны стартовать. Это направить, но проинформировать об этом клиентах. Это к вопросу отраты денег клиентами. И я глубоко убежден, что наши услуги занижены мало стоят для потребителя. Это прям очень-очень занижено. Почему? Потому что, ну, представьте, какое количество оборудования мы используем, какое количество усилий и трат мы разных делаем для того, чтобы пройти кривую обучение, которое в некоторых технологиях очень сложно. Ну, просто это надо отдать должное людям, кто столько лет учится и применяет уникальные какие-то вещи. И это не должно стоить так просто мало для владельца животного. Ну, и самое-то главное, ты понимаешь, вот вынимает такая история. С годами я стал еще больше убеждаться в той простой истине, что чем дороже услуга стоит, тем больше ее уважают. Тем больше уважают доктора, кто это сделал, клинику, которая все это организовала. И это непреложная, как из Гарри Поттера, непреложная истина. Я думаю, это так, как вы думаете. Ну, нет, я думаю, это точно так же, как вы. Только что, к сожалению, не все так думают, так же, как вы. Подождите. Но если вы думаете, я думаю, Евгений Александрович так же думает. Да, и Александр тоже произойдет. Я могу вспомнить свои вечные впечатления, когда, допустим, какая-то клиника в нашем городе и операция, допустим, стоила 15-20 тысяч рублей. Я думала, ничего себе, какие они классные, какие они молодцы. То есть у меня действительно было какое-то уважение к клинике, к докторам, которые мне казалось, что это классно, что это здорово, что там работают специалисты. Наверное, это мнение многим все-таки. То есть не о тех ценах сейчас. Нет, это было несколько, это еще было задолго до. То есть не нынешние цены, а задолго до того, как вообще даже оказались. Ну, в любом случае. То есть нынешний до 100. Да, 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 да. Примерно, если это там 10 лет назад, то сейчас как бы. Да. Безусловно, вот то, о чем говорит Александр Владимирович, это одно из основных ценностей, которые несет малый доступ, малоинвазивная хирургия в ветеринарную практику, она помогает сделать ее экспертной. Она помогает сделать вашу практику референтной. Потому что, спасибо вам большое, вы как раз те люди, которые тратят гигантское количество своих собственных сил, средств, времени на то, чтобы овладеть этой методикой. Она сложная, она вообще непростая. И после того, как это происходит, вы становитесь референтными центрами. И мы, как простые, например, владельцы животных, наконец появляется возможность направить куда-то. Направить к вам для того, чтобы выполнить эту процедуру. Потому что не зря Александр Владимирович говорит, тяга есть на малый доступ на рынок. То есть люди хотят это делать. Люди, наши потенциальные клиенты, владельцы наших, соответственно, пациентов, они хотят, чтобы процедуры выполнялись малоинвазивно, с минимальными доступами, с минимальной болью. То есть, как говорится, пул, тяга на рынке есть. И замечательно, что вы это понимаете, вы это чувствуете и, соответственно, вы надеваете этими методиками для того, чтобы потом этот пул удовлетворить, чтобы появился еще и пуш. То есть вот эта вот пуш-пульная такая технология, она, конечно, приводит к тому, что мы потом получаем win-win ситуацию, когда и наши владельцы довольны, и пациентов, соответственно, довольны, и врачу потом есть на что, собственно говоря, развиваться дальше. Ну вот в данный момент мы обучались методу, который мы разрабатывали больше десяти лет. И метод заключается в помощи пациентам со слабостью сфинктерного механизма нычевого пузыря после стерилизации. И вот этих пациентов вдруг стало огромное количество, просто гигантское. Хотя они и были раньше, но по стечению обстоятельств такой вот просто, на мой взгляд, поразительной и недопустимой легкостью приобретения препаратов типа фенилпропаноламина, с такой легкостью препараты, которые применяются самостоятельно или приобретаются через интернет. Вот эта легкость породила очень простую вот такую тягу, которая сейчас возникла к этим процедурам. Как только перестали нормальный доступ к приобретению препаратов, вдруг он возник, ажиотаж определенный. И сразу у нас как снежный ком стали обращения с недостаточностью, с недержанием мочи. И сама проблема, она вот это недержание мочи обнажила еще кучу других проблем. Ведь за недержанием мочи и приемом препарата фенилпропаноламина скрывается очень много других патологий. Это есть и аномалии развития мочеводящих путей, когда мочеточники могут открываться в зону сфикторного механизма. Это и воспалительные заболевания, и опухолевые процессы, которые недообследованы. И это все у одних и тех же пациентов. И вот эта вот тяга на дополнительные варианты лечения, она же ведет за собой не только пациентов на операцию типа ТРАСТ, который мы сегодня проходили. Она же ведет за собой пациентов и других, у которых есть много других причин недержания мочи. Я вот просто счастлив, что в этом дошколе за многие годы получилось найти такую технологию, которая вдруг сейчас стала актуальной. И эта актуальность, я думаю, только будет с годами растать. Я буду счастлив, если в разных концах Российской Федерации эту методику буду практиковать и намного активнее, чем сейчас. Потому что пациентов на, во-первых, эндоскопии очень много. С недержанием мочи очень много. Мы не видим, наверное, процентов 80, а то и больше таких пациентов. Я буду очень рад, если мы будем этих пациентов пролечивать с применением эндоскопии всех с недержанием мочи. Вот я бы хотел затронуть сейчас вопрос с, мы сегодня об этом говорили, с эктопией устья мочиточников. Все мы опытные врачи, мы понимаем, что это такое. И я бы хотел озвучить еще раз идею, которую я сегодня на лекции озвучивал. Значит, существует международный такой установленный способ лечения эктопии устья мочиточников с помощью диодного лазера, когда рассекается стенка, и уже много лет, на протяжении многих лет декларируется это как единственный существующий способ эндоскопический и эффективный. Но эффективность оценивается как 70%. Вот я еще раз это хотел озвучить. Как вы считаете, Евгений Александрович, можете высказать свое мнение? Что значит методика с эффективностью 70%? Имеет ли она право на существование в нашей частной практике? Вот приходит пациент, и вы ему озвучиваете. Вот она будет эффективна в течение 70% случаев. Но вы можете попасть в 30%. Исходя из литературных данных, например, в европейских источниках, в Америке делали исследования, и аналогичные методы, которые позволяют достигнуть 70% уровня, у них достигаются иной раз не более 50%. То есть вообще он имеет, конечно, право на существование, но мы стараемся смотреть в будущее и достигать каких-то новых результатов. потому что любому владельцу не хочется попасть в те 30% и подвергнуть свое животим каким-то рискам. Слушайте, а вашу мысль я понял. Вы сказали про не хочется процент. То есть реальный процент иногда ниже. То есть в твоих руках. То есть ты считаешь зарубежный источник, и там, допустим, указано, что вот в нашей практике был процент неэффективности, там 30%. Это в практике профессионалов. Это в практике профессионалов. Который опубликовал эту статью. У которого есть выходы на опубликацию этой статьи. Совершенно верно. А здесь мы говорим о том, что мы просто будем опубликовать это, то есть будем оперировать это в Москве, в России, в одной из клиник московских, оснащенных определенным образом, и у меня будет выполнена такая же операция. И будет ли это 70% это большой вопрос. Вообще, на самом деле, я хотел сказать еще немножечко о том, что большая, наверное, очень большая доля проблем с эндоскопией это неинформированность врачей в первую очередь. Когда я начал обучать себя, когда предложили мне обучаться, я пошел как раз на курсы Карла Шторца. Я, вроде бы, посетил несколько бесплатных лекций, посетил годный курс и такой для себя понял, что, в принципе, наверное, я этим буду заниматься. Я так, вроде бы, для себя все полочком разложил. Но потом стало вдруг... Ну, я вернулся в свою клинику, мне было непонятно. А народ не идет. Где-то я веду прием, и я понимаю, что как-то не получается у меня работать с эндоскопией. Потом я принял решение, вот когда приехать в Курган поучиться. И я понял, что, в общем-то, обучение должно складываться в первую очередь не врача, который работает с эндоскопом, а обучаться должны терапевты, врачи, которые работают на приеме, на первичном. Потому что львиная доля животных, которые мы принимаем, она может быть отправлена на лечение, наиболее эффективное лечение, с помощью эндоскопических методов. Как то, например, если у животного даже какой-нибудь отит, прежде чем назначать какие-нибудь капли широкого спектра действия, антибиотики, фунгициды, крецидные и противовоспалительные препараты, достаточно сделать просто одно обследование, через которое мы можем увидеть патологию, визуализировать ее, взять необходимые анализы уже правильным образом. Ну, значит, лечение, а не там три недели капать в одно ухо, потом в другое ухо, потом отправить еще кому-нибудь. То есть на самом деле эндоскопических пациентов их на порядок больше, чем я раньше видел в условиях общей практики. То есть мимо меня проходили те животные, которым требовалась эндоскопическая помощь, но я не знал, что она им нужна. То есть я считаю, что в первую очередь необходимо наладить контакт с нашими коллегами, с врачами, которые ведут ежедневный прием. Потому что очень много людей даже не представляет, какие проблемы можно решать малоинвазивными методами с помощью современных технологий. Ну, в этом есть большая проблема не только вот внутри клинической, а вообще нашего сообщества. Т.е. мы настолько сейчас стали разделены дисциплинами, что некоторые вопросы мультидисциплинарные, конкретно эндоскопия – это мультидисциплинарный вопрос, он иногда очень трудно внедряется. Ну, допустим, возьмем вопросы нефрологии и урологии, которые напрямую связаны с нашими сегодняшними, обсуждаемыми нашей темой. ведь для того, чтобы пробиться на какую-то конференцию урологическую, ветеринарно-нефрологическую, нужны специальные какие-то активы, мы назовем их так. Специальные люди со специальными знаниями переговорщика, и просто так ты туда не попадешь. И это и есть проблема наша большая. Большая проблема разобщенности в дисциплинах, она реально существует. Вот то, что вы говорите, внутри клиники нужно провести, нужно провести во всем нашем ветеринарном сообществе. Я про все ветеринарное сообщество говорю. И, наверное, вот про те 70% я приблизительно имею представление даже о некоторых клинических случаях, возможно. То есть, когда работают вот диодным лазером, мы, грубо говоря, убираем одну проблему, но оставляем другую. То есть, если совместить методы скопические, например, сделать 2 в 1 плюс еще, например, метод Траст, когда мы вводим специальные белевые полимеры, то есть, цифру 70% можно увеличить до, наверное, 95, наверное. До 100. До 100. Вот, поэтому это опять же, а это то же самое, это та же самая информированность врачей. То есть, доктор, который делает операцию по устранению электопии ночиточников, ему достаточно, в общем-то, наверное, не полностью делать этот метод Траст. Ну, там, возможно, необходимо не такое большое количество материала, просто немножечко простимулировать вот эту свинтурную зону, возможно. То есть, если бы совместить эти два метода, то, ну, можно уже добиться достаточно лучших результатов, чем просто использование одного метода. Ну, я согласен с вами о том, что вообще вот гибридные технологии, то есть, соединение нескольких технологий в одном, и все это через естественное отверстие. Это прямо очень здорово. И если мы арсенал современных эндоскопистов расширим, технология Траст, найдется сфера применения в разных областях, вот не только связанная с эктобированными ночиточниками, но и, может быть, другими. Мы сегодня обсуждали много этих тем. На мой взгляд, вот наш вопрос эндурологический, он крутится, вы правильно говорите, вокруг осведомленности. Осведомленности современными технологиями. Но ведь этот вопрос не вчера родился, а ведь 20 лет назад тоже был, получается, вчера. Вот случился кризис. То есть, врачи перестали находить удобный терапевтический препарат, которым пользовались всегда, и пришлось. Просто их вынудили, их просто приперли стенки, заставили думать головой, искать новые пути решения. И оказалось, что пути-то есть. И люди стали этим методом пользоваться значительно больше, просто за счет того, что их заставили. То есть, препарат кончился. Слушайте, ну вот про сфинктерный механизм я понял. А что заставит докторов залазить больше в мочевой пузырь эндоскопический? Да, свидетельствую, я считаю. Точно так же при мочевом пузыре, даже при рутинной, если сделать операцию рутинно, мы визуализируем, и у нас есть возможность сделать анализы. У нас, в конце концов, есть возможность банально промыть мочевой пузырь, обработать его антибиотиками или какими-то препаратами. Ты знаешь, я думал все-таки, что нас заставит исследовать больше и чаще эндоскопический мочевой пузырь, выполнять цистоскопию, определенные постулаты, которые будут заходить в нас со стороны. Ну вот, к примеру, сегодня мы обсуждали один из постулатов, что очень точно выполнение материологического исследования выполняется только с биоптата слизистой. Как ты возьмешь по-другому биоптат слизистой мочевой пузыря, кроме как цистоскопический? И очень точная материологическая оценка этого биоптата для того, чтобы потом назначить многомесячное лечение, эффективное, возможно только это. Это пришло к нам со стороны лабораторной диагностики. Понимаете? То есть, может быть, нам для того, чтобы продвинуть нашу эндоскопию дальше, стоит просто самим выцеплять из разных дисциплин какие-то такие вот очень важные алгоритмы, без которых невозможна эндоскопия, невозможно лечить животных. Вот это один из примеров. Мне кажется, вот курочка по зернышку вот так, если мы будем собирать это всюду и декларировать это при каждой возможности нашему коллеге или вот сейчас общаясь между собой. Это шаг за шагом будет продвигать актуальность нашей дисциплины многие-многие годы. Как это было и 20 лет назад было актуально, но там были актуальны другие вопросы, как это и сейчас актуально. И наши исследования будут всегда востребованы. Я вот хотел спросить, смотрите, Вы в Архангельске начали делать цистоскопию уже в какое количество времени? Помните пациента своего первого? Первый пациент у нас был в городе Северодвинска. Это была собачка с непроходящим циститом. Там история была очень интересная. И гимназист не мог посмотреть даже ей ночью кузырь. То есть мы сделали цистоскопию, взяли биопсию оттуда, мы, соответственно, взяли в посев, мы определили, что нам нужно для этого лечения, и у собачки все стало хорошо. Это здорово. И вот такой пример. Причем мы лечились они достаточно долго везут. Северодвинска. Ну вот этот пациент, он же является флагманом, по сути. Флагманом того, что нужно знать и врачам, и клиентам. То есть нужна диагностическая процедура пациентам, которые жаждут этого. Клиент же сам приехал в Северодвинск. Это далеко? Сколько километров? 35? Да. Понятно. Ну вообще вот вы были в Кургане, вы видели. То есть ближайший населенный пункт от нас находится в 100 километров. И вот 200, 280, 380, 400, 500, 600, 700. Для нашего жителя Российской Федерации это, по-моему, вообще ерунда. И мне кажется, приедут клиенты хоть откуда. Главное просто, чтобы информированность была. Мы сейчас работаем над этим. Я думаю, что будем работать и дальше, после вот этой повестки обучения. Я думаю, что мы узнаем несколько клиентов уже под какую-то запись, наверное, и видеозапись. Сделаем какие-то фильмы, чтобы донести их до пациентов, до владельцев пациентов, что эта проблема решаема, и не нужно заниматься, и не нужно выискивать на каких-то сайтах непонятно каких, где начались из этих пропаганных листов, то есть какими укоренными путями. Я думаю, что это все вполне реально. И не надо давать препараты каждый день. То есть можно решить проблему гораздо проще. А, все-таки вы тоже чувствуете, что пропалин надо запредить. Александр Владимирович, сейчас к вам вопрос. А вы как пришли? Десять лет назад ведь не было проблем каких-то. Как вы пришли к этому? Я пришел точно так же с попытки решить задачу недержания мочи с помощью цистоскопии. На тот момент я уже многократно простудировал литературу зарубежную. Я увидел, что существует такой шанс создать с помощью препаратов, которые рекомендовали на тот момент специалисты из некоторых стран, ну и европейские страны. Значит, существовал метод введения желатиноподобной субстанции. И мы подумали, в клинике посовещались, не стоит ли нам попробовать использовать высокие концентрации препараты гиауроновой кислоты. На тот момент мы еще не слышали, не читали про это использование. Но учитывая то, что гиауроновая кислота – высокоактивное вещество, влияющее на образование коллагена, на фиброактивные волокна, мы подумали, что может быть какая-то взаимосвязь с склерозированием зоны сфинкторного механизма. И тем самым, учитывая, сопоставив данные вот этих зарубежных коллег, мы поняли, что, наверное, нужно это делать. И стали использовать сначала очень низкой концентрации гиауроновой кислоты. Первый пациент был очень легко выполним, потому что концентрация была маленькая, и препарат прошел через иглу очень легко, и мы получили эффект. Но эффект был не очень продолжительный, и мы поняли, почему частично ввели препарат в просвет, и попало очень мало вещества физически, куда нам нужно было. Ну и мы поняли, что нужна более высокая концентрация гиауроновой кислоты, и мы стали экспериментировать с высокой концентрацией. И вот это было все как раз в десятые, где-то одиннадцатые годы. Но уже в те годы мы получали эффект очень хороший. Ну, ответ на процедуру был сразу же. Просто была сложность в том, чтобы обещать клиентам длительный эффект. И в этом была сложность. Мы стали экспериментировать и добились уже достаточно стойких, позитивных и иногда пожизненных результатов. Но это был такой путь очень непростой, долгий. Столько различных вариантов использовали не только методики, но и тем, как делать, куда делать, чем делать. И вот шаг за шагом мы пришли к этому. Ну, в принципе, мы так все методы обсасываем со всех сторон. Но, на мой взгляд, вот я благодарю вообще всех своих наставников, кто научил меня дотошно подходить к некоторым вопросам, особенно медицинским, вот прям докапываться до сути. И причем это даже, может быть, не связано с тем, что ты копаешься, перебирая огромные массивы литературных источников. Да, ты это есть, ты читаешь много, но при этом есть вопросы, которые нигде не описаны. Вот что делать с вопросами, которые нигде не описаны? И вот здесь происходит настоящий мозговой шторм. То есть начинаешь думать, как эту проблему решить. А чтобы решить проблему, нужно ее сепарировать на маленькие детали. И вот каждую деталь нужно привести к максимальному знаменателю, и потом они, когда собираются вместе, может получиться очень хороший результат. Вот что у нас с этим методом трасты получилось? Много лет эти детали сцеплялись между собой, и вот сейчас воедино они сцепились. И, на мой взгляд, это очень хорошая методика, которую мы дарим всем, кто захочет обучиться. Замечательно. Спасибо. Ну что, уважаемые коллеги, еще раз хотел бы всех поблагодарить. На этом мы нашу встречу сегодня завершаем. Мы надеемся на то, что наше общение продолжится. Мы будем рады видеть вас здесь в очном формате. Очень рады будем видеть, если вы будете участвовать в наших онлайн мероприятиях. Поэтому еще раз вам огромное спасибо и до новых встреч. Спасибо большое. До свидания.